Друзья, приветствую! С вами снова Дмитрий Карпиловский в рубрике еженедельного дайджеста новостей. Чем порадовали последние 7 дней, так это общий оптимизм. В целом статистика рынков, объемы торгов, количество шантов вернулись к идеальным позициям, ну наверное к лучшим позициям за последний год. Зафиксированы рекордные обороты, зафиксировано рекордно низкое количество ставок на понижение, и в целом неделя порадовала несколькими аналитиками, которые были благосклонны к криптовалютам. Так, например, на всеми вами хорошо, я думаю, запомнившейся свечке битка, когда он улетел с 4100 вниз на 3800, Binance зафиксировала настолько высокий спрос на выставку обдеров, что движок даже не выдержал, и Binance не смог обрабатывать все заявки, ушел частично в даунтайм. А вот платформа Launchpad в этот раз выдержала нагрузку, и ICO Fetch AI завершилась всего за 22 секунды. Я много раз вам о нем говорил, это тот удивительный случай, когда довольно сомнительный проект раздут исключительно усилиями Чанг Пэнь Джао, фаундера и руководителя Binance, и в общем-то маркетологами, аналитиками и хайперами вокруг всей этой темы. Достаточно плохо, на мой взгляд, сложенный проект сумел собрать 6 миллионов за пресловутые менее полуминуты. Продолжая тему Binance, нужно сказать, что на этой неделе они отметились также интересным движением средств. Огромное количество токена BNB перетекали с кошелька на кошелек, что вызвало определенные возмущения общественности. Но CZ, в общем-то, всех успокоил, это была чисто техническая история. Если уже говорить о чисто технических историях, то, конечно, главной новостью недели был форк Константинополь. Ожидаемый вообще-то еще осенью прошлого года, перенесенный и несколько недель назад перенесенный вновь, он был таким достаточно долгожданным событием, так как готовит плацдарм для запуска Casper, то есть для перехода на гибридную модель Proof-of-Work и Proof-of-State. Для майнеров все стало немножко хуже, блоки закрываются раз в 14 секунд, но награда теперь снизилась с 3 до 2 эфира, что делает майнинг эфира еще менее интересным занятием, чем это уже было ранее. Что же происходило в рынке в целом? Самый главный вопрос, куда пойдет дальше курс? В битке ситуация непонятная. После последней коррекции вниз, одной свечой мы, в общем-то, наблюдаем затишье. В эфире затишье. Нигде не понятно, куда будет выход из этой ситуации. Поэтому на неделе много взглядов было приковано к мнениям аналитиков касательно среднесрочных или краткосрочных перспектив главных криптовалют. Так, например, Питер Брандт, известный своими еще биржевыми высказываниями, а в крипте он известен тем, что предрек падение на 80% в битку еще в январе прошлого года, то есть раньше всех прочих, привел довольно много интересных мыслей о том, куда будет развиваться крипта. Из самого применимого на практике он говорит о том, что крипте, чтобы выйти в новый бычий тренд и взлететь to the moon, нужно пробить 200-дневную среднюю, если говорить из теханализа, это примерно уровень 5000 долларов, что в общем-то сходится и с психологической отметкой. Говоря иначе, нам сейчас, чтобы войти в новые бычьи ралли или чтобы получить как минимум шанс на это бычье ралли, нужно по его мнению пробить вот эту вот психологическую отметку, пробить 5000 и дальше полететь вверх уже более оперативно. Все мы помним, что настоящий взлет криптовалютам, конечно же, уготован только с приходом того самого масс-адопшена мифического. Что же на этой неделе происходило в этом ключе? Во-первых, Samsung подтвердил всю историю с хранилищем для приватных ключей в телефоне S10 во всей линейке. Более того, HTC запустила свой смартфон и тоже уже активно продает на сайте смартфон с криптовой составляющей. Важно в этих телефонах по сути изоляция хранилища ключей от операционной системы, что позволяет создавать софт и Samsung уже показал первые кошельки, а в HTC Exodus, так называется смартфон, уже встроен подобный кошелек, который способен хранить ключевые валюты так, что ни одна программа, находящаяся в телефоне, не сможет достучаться до этого хранилища, если только не была специально написана и сертифицирована для работы с этим хранилищем, что дает нам, в общем-то, хорошие шансы получить сотни миллионов установок криптокошельков обычным пользователям и, соответственно, снижает порог входа в крипту до нажатия пары кнопок. Что еще интересного в теме масс-адопшена? Интересный швейцарский банк, один из самых старых, таких имеющих репутацию банка для толстосумов и олигархов, заявил о том, что уже готов работать с криптой, ждет лишь получения лицензии его партнером компании Seba Crypto AG. То есть консервативнейший из банков с самыми серьезными требованиями по комплайенсу, по проверке происхождения средств и так далее, все-таки начинает работать с криптой лед тронулся. Также всю неделю муссировалась тема японских банков, которые все больше делают ставку на криптовалюты, все больше говорят о том, что за криптовалютами будущее все больше внедряют околокриптовалютные технологии типа X-Rapida. Кроме японцев на этой неделе и Mercury FX, достаточно большая конвертационная контора, такая классически валютно-форексовская и специализирующаяся на трансграничных платежах, тоже подключилась к X-Rapida и много шуму вокруг этого. И это тоже дает свой маленький пинок в сторону масс-адопшена. Когда уже президент Франции говорит о том, что нужно внедрять технологии блокчейн в сельском хозяйстве, это голоса, которые хорошо слышатся в индустрии, дают нам надежду на то самое светлое будущее. Так что по всем глобальным факторам неделька выдалась какой-то очень позитивной. Даже недавно взломанная биржа Криптопия возвращается к работе, анонсировано возврат к нормальному функционированию на 4 марта, а заявление о пропавших средствах, в общем-то, оказалось изначально сильно преувеличенным. Криптопия подсчитала, сколько всего было украдено и оказалось, что это менее 10%. Выходит и тут сплошной позитив. На волне этого позитива китайский центр по работе со всеми этими интересными криптофинансовыми штуками опубликовал очередной отчет. Как вы понимаете, он может быть очень сильно манипулирован и высосан из пальца, но интересно как маркетинговое исследование, как мнение. Согласно этому отчету на первое место вернулась валюта биткоин по своей солидности, если так хотите, а вот на второе место по перспективам вышла монета трона, что, в общем-то, достаточно неожиданно, поскольку пока, конечно, сравнивать экосистемы биткоина и трона довольно сложно. Краткосрочная перспектива для трона, конечно, очень хороша. Джастин Сан очень хорош в маркетинге, а вот долгосрочная, конечно, не очень понятно. В последнем интервью, когда мы говорили с Сергеем Васильчуком о экосистеме EOS, был как раз озвучен тезис о том, что именно гейминг и гэмблинг, то есть игры, в том числе азартные игры, могут стать хорошим проводником масс-адопшена для криптовалют. Не самый, наверное, лучший способ, но если это дает буст, дает ускорение, дает взрывной рост всей криптовалютной экосистеме, почему бы нет? И трон в этом смысле играет, конечно, важную роль, как наиболее такое заадаптированное, реально используемое приложение в этом направлении. Не обошлась неделя и без любопытных новостей из мира кошельков. Во-первых, представлена альфа-версия кошелька Paytomat, которая полностью меняет подход, в общем-то, к тому, как мы привыкли пользоваться кошельками, особенно мультивалютными, плюс добавляет функции ввода-вывода фиата, всякие возможности благодаря новому партнерству с Exmo уже анонсированы. Связано это с вводом цифровых денег, типа Kiwi, Яндекс.Деньги, WebMoney и так далее, и вывода он их же. И много всего интересного, в том числе приобретение токенов прямо из кошелька с вайпом и масса других интересных штук. А вот Coinomi, один из также любимых кошельков для платформы Android, на этой неделе опростоволосился в своей десктопной версии. Дело в том, что по каким-то причинам они встроили туда проверку сидфраз на орфографическую грамотность, что сводится к тому, что фраза отправляется по незащищенным каналам на сервера Google. Если вы находитесь в любой открытой Wi-Fi сети или кто-то имеет доступ и возможность наблюдать за вашими коммуникациями, это, в общем-то, приведет к утечке вашей сидфразы. Так и случилось с одним из пользователей, который потерял около 70 тысяч долларов в криптоактивах за счет потери этой самой сидфразы. Сейчас идет разбирательство, ждем официальных комментариев. Подвержена этой уязвимости только десктопная версия, за Android-версию Coinomi можете не переживать. Ну и завершить дайджест хотелось бы интересными штуками из мира реального. Так в России впервые в уголовный кодекс введено понятие неких цифровых активов, которые могли быть получены в рамках преступной деятельности. Это вообще первое реальное упоминание, ну, на самом деле, криптовалют, хотя это слово конкретно не упоминается ввиду его неопределенности ни в каких других законах и актах. Соответственно, наконец-то криптовалюты начинают провникать и в реальную юриспруденцию. Напомню, в Беларуси очень сильно более развито законодательство в области криптовалют. Там зарегулировано, описано и достаточно хорошо управляется практически все, кроме, может быть, некоторых аспектов ICO. В России это такая первая ласточка. В Украине законодательство продолжает отсутствовать. Так что, друзья, настраиваемся на любопытный март. Исторически с 2013 года март никогда не был прибыльным, но в этом году, похоже, все может выглядеть сильно иначе. По крайней мере, некоторые аналитики говорят, что март будет очень достойным для криптовалют. Запасаемся попкорном, наблюдаем, подписываемся, ставим колокольчик, не пропускаем выход. На ближайшую неделю у нас запланированы интереснейшие интервью, в том числе о техническом анализе, интервью с Тоном Вейсом, одним из лучших аналитиков по битку и активным трейдерам, плюс несколько образовательных вещей, ну и, конечно же, регулярная рубрика юмористических, несерьезных новостей и вопросы и ответы в режиме живой трансляции. Так что не пропускайте, следите за обновлениями, за оповещениями, подписывайтесь, лайкайте, ну или дизлайкайте, как вам будет угодно. С вами был Дмитрий Карпиловский, до новых встреч, чао-чао!